Зачем новичку гид? Рассказываю. Итак, причина номер один. Вы храните все проекты на компьютере. Компьютер может полететь диск, может слететь система, и все ваши проекты могут быть утеряны, если вы там где-то что-то не сохраняете. По сути дела, код можно хранить, например, на Bitbucket. В Bitbucket есть приватные и открытые репозитории. Место для хранения называется репозиторий. Репозиторий, репозиторий. То есть весь код проекта может храниться здесь. Это совершенно бесплатно. Следующая причина. Мы в школе создаем сайт. То есть мы взялись изучать Жанга с самого нуля и начали писать сайт, который для новичка довольно, будем говорить, сложно, но так как мы изучаем Жанга с нуля и пишем сайт по шагам, то все легко достижимо. Значит, мы пишем уведомления, чат. Вот в данном случае мы дошли до форума, до дискуссий. На месте дискуссий могут быть посты, могут быть аудио, видео, все что угодно. Также мы пишем, чтобы человек мог понравившийся, допустим, пост сохранить, прочитать позже. Понятно, что пишем профиль, где будут фолловинг, как в Твиттере, добавление в друзья. Ну, в общем, много чего. По сути дела, для новичка это рай. Это действительно мощный скачок. Так вот, к чему я это рассказывал? Сейчас вот это будет прямое отношение иметь к удобству программирования. Единственное, одну фразу скажу, что уроки можно начать смотреть прямо на YouTube, но тут по созданию сайта конкретно 40 уроков бесплатно, пожалуйста. Лучше начать проходить уроки сначала, где мы сначала знакомимся с Жангом, где я рассказываю, что на питон, то есть и идти подряд. Потом уже переходить к урокам. Так вы будете готовы, и все будет получаться, действительно. Так вот, мы дошли до форума, и я сказал ребятам, ребята, вот давайте продублируем наши посты, назовем дискуссии. Мы сделали это приложение с какой целью? Вот смотрите. Сейчас посмотрю, где у меня этот проект. В первом приложении, которое мы писали чистовое, мы сделали форму, разобрали, как делать форму из класса. Там очень мало кода, и Джанга все делает за нас, поэтому навряд ли бы ребята поняли, почему создали второе приложение, хотя можно было бы тут закомментить, но я хотел, чтобы они потренировались. И уже создали форму из функции, где все прописали ручками и разобрали каждую строчку. Но этого тоже мало, надо вообще разобраться в формах. Так вот, при чем здесь гид? Итак, вторая причина, зачем нам гид? У нас здесь есть у новичка по минимуму два варианта. Например, мы бы хотели поработать, создать вот в данном проекте, это будет блок 2, который я создавал сначала, чтобы ребятам показать. я бы мог сделать все совершенно по-другому. Сначала возьмем вариант, рассмотрим, когда мы создадим еще один проект, и потом решим соединить код. Итак, это у меня работающий проект, он чистовой. здесь все работает. Я хочу поработать над кодом, а потом, если все будет нормально, соединить его с этим проектом. Для этого я просто беру, создаю новую ветку, в гид есть ветки. Сейчас расскажу, как раз, что такое гид. это не урок, это только показ. Ну, пусть это... Мы будем работать блок 2. Пусть будет Models. И, как я вижу, сразу проект переключился на блок 2 Models. То есть, это теперь два разных проекта. Давайте в этом убедимся. Вот у меня здесь есть функция. Сейчас я не буду создавать код. Ну, просто вот возьму, скопирую, да. Я войду в блок 2. Пока. Models, модели. И пока скопирую эту модель, как будто бы я пишу, да. Теперь у меня две модели. Так, ну, модель неудачный вариант. Модель неудачный вариант. Да. Это будет немножко дольше. Поэтому... Давайте мы возьмем VUHU. Вот у меня есть пост дидель. Я скопирую. Вот это ни на что не повлияет. И в том проекте. Потом удалим. ПОСТ 8. И я вижу, что у меня вот этот файл пометился уже светленьким. Теперь, что такое гид? Гид это, воспринимайте просто, это отдельная папка. По сути дела, это и есть такой репозиторий, называется папка, в которой хранятся те же файлы проекта, которые у нас есть в основном проекте. Единственное, что умеет делать гид отлично, он сохраняет. Гид отслеживает не файлы, а изменения в файле. Иными словами, я написал функцию ПОСТ ДИТЕЛЬВЮ 8. Что я делаю? У меня для гид надо два действия. Гид не знает. Гид знает, что изменено. Но мои действия он за меня не будет делать. Поэтому, первое, что я делаю, гид add, то есть сообщаю ему, что я хочу нечто добавить. Добавлено. Можно, вот здесь показано, да, в графическом интерфейсе, это вообще атом. Хотя это все есть и в ВС, и в студии, и в ПЧАР. Я сообщил, что я хочу добавить. Второе действие, которое я делаю, я делаю commit, иными словами, фиксирую код. То есть, и теперь в этом файле будет присутствовать именно эта функция. Смотрите, я фиксирую гид комит. Иными словами, простыми, это сохранение в папку гид кода. Это один момент. Второй момент. Именно файла, где присутствует только что добавленная функция. Где дальше я пишу комментарий. Ставлю M. В гид много флагов. В данном случае M дает мне возможность написать комментарий. где я пишу POS DITEL 8. И дальше пишу там слова, которые мне нужны. Я нажимаю ENTER. У меня появилось, что один файл сохранен. После пропала подсветочка. В данном случае я сохранил функцию 8. Иными словами, теперь, если я зайду, во-первых, в мастер, свой основной проект, как вы видите, там этой функции нет. Нету. А если я перехожу сюда, она появляется. Так вот. Гид отслеживает не сами файлы, а изменения файлов. Иными словами, я писал, писал, писал код. Дописал до рабочего момента. Сохранил. Или закоммитил. Закоммитил. Или зафиксировал. Потом я опять пишу, пишу, пишу код. Я пишу везде там. В этих. В шаблонах. Самое главное. Ага. Поймал момент. Мне кажется, что на данном моменте надо сохранить. Все работает. Отлично. Я, например, ей говорю 9. Отлично. Все работает. Я и этот фрагмент моей писанины могу зафиксировать для себя. И к каждому моменту я потом могу вернуться. Если у меня вдруг потом пошло все не так, я возвращаюсь к какому-то отдельному коммиту. И оттуда продолжаю. Поэтому вот мы добавили. Опять файлики, видите, просветились. Я пишу. Ad. Гид. Говорю ему. Гид. Я хочу добавить в репозиторий свои файлы. Здесь можно было путину. Для уменьшения я делаю так. Просто сейчас точку ставлю, что все добавить. Далее я говорю. Гид. Я хочу вот этот. Вот до сюда я дошел. У меня все работает. Я это дело хочу сейчас себе закрепить. Чтобы потом к этому можно было вернуться. Гид. Я говорю. Комет. Пишу комментарий. Я могу не писать. Мне он тогда сам скажет. Откроется по умолчанию редактор. Можно выбрать там ВИМ. В данном случае НЕМО, по-моему, открывается. Я пишу комментарий. Пишу. Я хотел. Мне надо не так было скопировать. Я пишу комментарий. Все. Работает. И там бла-бла-бла-бла-бла. Отлично. Сохранено. Теперь я могу вернуться к двум этапам моей разработки. К первому, где я писал 8. К второму 9. И так тихонечками шагами я продвигаюсь, не боясь ничего поломать. Скажите удобно. Отлично. У меня все работает. Теперь давайте опять убедимся. Я перехожу на мастер. И на мастере я вижу, там нету этого кода. То есть этот код в данном случае есть на другой ветке. Он есть. Но теперь я хочу представим, подошел тот момент, что я убедился, что вот я достиг своей цели, у меня все работает. Теперь я могу вот эту ветку, которую я использовал для разработки, слить с основной. Я называю мержить, сливать. Я говорю, я во-первых, должно быть все закомичено. Далее, то есть все должно закомичено быть, иными словами, сохранено. Я перехожу на ту ветку, которой основная, мастер, и пишу git мержа и название ветки, которые я буду сливать. Блок 2, Models. Отлично. Теперь у меня появляется мой новый код. И мой проект продолжает работать. Та ветка, я выполнил свою задачу, я ее могу, если она мне не надо, просто брать и удалить. Гид, бренч, бренч. И название ветки. Могу не удалять. Ветка удалена, все, ее нет, а код есть. После этого я могу проверить. А, ну оно все равно уже все слито. Что я делаю? Я, у меня код работает. Я отправляю его на сервер для сохранения, работающая. Латест. Это называется Push. Pull. Ко мне, Push. Push отправить. Origin. Master. Нажимаю Enter. Все, пошли файлы. Открываю на сервере. Открываю блок 2. Открываю вьюху. Вот мои функции появились. Все, я спокоен. И все класс. Ребят, согласитесь, что это очень удобно для разработки. Основной проект не ломается. Вы смело делаете новую ветку. Допустим. Fix. Блок 2. Forum. Смело делаете новую ветку. И в ней работаете с проектом. Не боясь ничего поломать. Не боясь ничего не нарушить. Не брать, не накосячить. Ну что ж, ну пошло не так. Мы удалили. Начали сначала. То есть, вам никогда не придется ломать основной проект. А так, маленькими шажками мы дописываем код. И, вот не зря я сказал. Ведь, по сути дела, было бы удобнее то, что мы делали в школе, да, дискуссии, написать как веточку. Поэтому я решил, что у нас сейчас дать гид будет, когда формы пройдем, написать как веточку. Потому что нам много еще в школе придется чего дублировать, чтобы лучше понять, чтобы расширить возможность. Я ведь объясняю я очень подробно. То основной проект бы сайт не застарялся, который мы делаем. А при этом мы могли сделать и форк. Например, нам надо поработать. Иными словами, мы решили в комментарии добавить элементы форума. Мы могли сделать, иными словами, такую же ветку. Но уже пойти проект немножко по-другому делать. Один вариант попробовали, ага, так. Второй вариант. То есть у нас уже могло быть разные проекты. Следующий момент. Вы делаете сайт, а потом вы решили новое нечто попробовать. Так если можно начать с того проекта, который у вас есть, и сделать это как ветку. При этом и код всегда под рукой. То есть вариантов много. На самом деле, в гид надо понять основную идею, которую я рассказал сейчас. Она банально проста. Это, по сути дела, мы сохраняем в директорию, которая называется репозиторием, наш код. Единственное, что умеет гид делать, это и то, что нам нужно от него. Он фиксирует любой кусок кода. Мы можем сколько кода написали и какой-то момент зафиксировать и написать комментарий. Чтобы потом вернуться ко всем этим моментам сколько угодно раз. Или либо начать с них, либо делать какие-то действия. Согласитесь, это удобно. Я в уроках в школе покажу, как начать. Начать достаточно с десятка команд. И расскажу секреты некоторые. А дальше вы будете учиться всю жизнь. Сколько будете работать с гид, информации много. Там же есть и слияние, когда будут какие-то конфликты. То есть, но вот начать, чтобы въехать в него вот так. И для своих проектов. Особенно великолепное, когда в школе, когда мы действительно пишем сайт. То, как я показал, он действительно нужен. То есть, а когда это нужно, с этим интересно работать. И получается, сайты пишем, отлично. В Django разбираемся, в Python разбираемся, с гид работаем. Тем более, если вы собрались потом идти на работу, то гид все равно вам нужен. А дальше вы сможете размещать везде идентичные работы. Это гид лап, гид хаб, бит бакет и абсолютно любые другие сервисы, которые вам понадобятся. И есть система гид. Вот так просто я показал. Ну, вы можете либо начать сейчас посмотреть уроки. Django 4 пишем в сайт с нуля. Там практически уроки. Но я рекомендую получить доступ и начать с самого нуля. Почему? Потому что здесь есть определенная система, которая... У меня код пишут все. Все, спасибо за доверие, все получится.